Добрый вечер, дорогие друзья! С вами программа «История одного шедевра». Существует давняя традиция создавать картины, оперы, балет, фильмы на основе знаменитых литературных произведений. Но лишь немногие литературные шедевры могут перевоплотиться в шедевры музыкальные или драматургические. Гениальному роману в стихах Евгения Онегин Александра Пушкина невероятно повезло. Опера Евгения Онегин, сочиненная Петром Чайковским, стала истинным и неоспоримым шедевром, признанным мировой музыкальной культурой. Об истории создания оперы и о ее судьбе на казахстанских театральных подмостках наша сегодняшняя программа. Субтитры создавал DimaTorzok К моменту создания оперы Евгений Онегин, Петр Ильич Чайковский находился в периоде своего творческого и профессионального расцвета. 1877 год. Май. Москва. 37-летний композитор широко известен в России и Европе. На его счету три симфонии, четыре оперы, уже написанный балет «Лебединое озеро», знаменитый первый фортепианный концерт и памятный всем юным музыкантам фортепианный цикл времена года. И вот новая идея – замысел оперы по мотивам пушкинского романа в стихах Евгений Онегин. Именно в мае 1877 года певица Елизавета Лавровская предлагает композитору написать оперу на сюжет пушкинского романа. Петр Ильич не сразу всерьез воспринял эту идею. «Говорят, в ответ Чайковский в сердцах воскликнул. Поставить старушку Ларину на оперную сцену, чтобы она варила варенье?» Он заявил, что Онегин – святая книга, которой он и во сне не осмелился бы прикоснуться. Вот как сам композитор в одном из писем к своему брату Модесту описывал эту ситуацию. «Мысль эта показалась мне дикой. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об Онегине, задумался. Потом начал находить мысль Лавровской возможной. Потом увлекся и к обеду решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел. Отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Опираясь на сценарий, действительно написанный за одну ночь, в течение года Чайковский пишет музыку к будущей опере». Чайковский преклонялся перед гением Пушкина и свою оперу оценивал весьма скромно, лишь как попытку иллюстрировать содержание пушкинской поэзии музыкой. «Я не заблуждаюсь, писал он. Я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки». Интересно, что наши композиторы, Петр Ильич Чайковский, например, очень бережно отнесся к тексту романа Онегина, когда написал свою оперу на сюжет Онегина. Это было в 1877 году. И практически он сохранил три главные фигуры в этом романе. Это Онегин, это Ленский, его сосед, романтик из Германии, так сказать, очарованный романтическими идеалами. И, конечно, Татьяна. Роман в стихах Евгения Онегин Александра Сергеевича Пушкина несомненно является одним из самых известных произведений в русской литературе. Пушкин публиковал главы из романа на протяжении нескольких лет с 1822 по 1831 годы. Окончательная его редакция вышла в свет в 1833 году. Влияние пушкинского романа на развитие национальной литературы было огромным. Гоголь видел в нем русскую природу и русскую душу, в такой же чистоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Достоевский говорил о совершенстве, о фантазии, ставшей осязательной реальностью. Роман не слишком известен западным читателям, ведь поэтические произведения трудны в переводе, зато в пространстве русского языка и русской культуры он давно стал классикой. А знаете, вспоминаются слова, я даже не помню, кто это сказал, это необъятная планета, имя которой Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, его парящий, легкий стих, который, мне кажется, всегда прекрасно ложится на музыку, и чьи стихи мы помним буквально с самого раннего возраста. Евгений Онегин – это произведение, которое дает представление о национальном самосознании русского народа. На самом деле у каждого народа есть такое произведение знакового характера. У англичан – это Шекспир, это его драмы. У итальянцев – это Данте, это божественная комедия. У испанцев – это тонкий ход Сервантеса. А вот у русских, у русского народа – это Евгений Онегин. Промчалось много-много дней, с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Эти знаменитые строки из Евгения Онегина – своеобразное авторское пояснение к истории создания текста. В самом начале своей работы над Евгением Онегиным Пушкин писал своему другу, поэту Вяземскому. «Я пишу теперь не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница». Пушкин писал свой роман в течение восьми лет. За это время поменялась вся его жизнь, а самое главное – характер его творчества. Из поэта-романтика Александр Сергеевич превратился в поэта-реалиста, прозаика, историка. Если раньше он, как всякий романтик, в стихах выражал свои чувства и переживания, то в зрелые годы он стремится не столько говорить о себе, сколько размышляет об окружающем его мире. Поражаешься, как можно в стихах описать жизнь людей. Казалось бы, мы привыкли, что это все описывается впрось. Здесь показывают и провинциальную Россию, и барскую Москву, и светский Санкт-Петербург. Во что люди одевались, какая мода была, что люди говорили, и вместе с тем огромное количество фраз, которые иногда мы употребляем, совершенно не замечаем, что это из романа. Помните, как начинается роман? С эпиграфа Вяземского «Жить, торопиться и чувствовать спешит». И мы часто эту фразу употребляем. И как знать, может быть, о Вяземском мало кто бы вспомнил, если бы это не было эпиграфом к роману в стихах Евгения Онегина. Специально для Евгения Онегина Пушкин создал особую форму стиха. Строфа, содержащая 14 строк, четырехстопного ямба с постоянно повторяющимся расположением рифм, так и называется «Онегинская строфа». Публиковался роман отдельными главами, и выход каждой становился большим культурным событием в современной литературе. Вряд ли имеет смысл пересказывать сюжет Евгения Онегина. С ним, так или иначе, знакомы все. В центре романа – любовная интрига. А основной темой является вечный конфликт чувства и долга. Он нередко говорил о том, что этот роман представляет собой скорее собрание пестрых глав, о том, что он не завершен, об этом, наверное, знают все. И, кроме того, каждая глава, она достаточно цельная, завершенная, они самодостаточные. И, в принципе, их тоже можно было бы продолжить и развить сюжетные линии, заключенные в этих главах. По воле автора, каждый из героев романа делает свой жизненный выбор. Но ни сам Пушкин, ни читатели не смогут сказать наверняка, ошибочный он или верный. Новоторство Александра Сергеевича состоит как раз в том, что он создает абсолютно новые для того времени принципы изображения героев. Отвергая традиционную для той поры роль всезнающего рассказчика, он колеблется, сомневается, позволяет себе быть непоследовательным. Автор как бы приглашает читателя дорисовать портреты героев, попробовать посмотреть на них с неожиданной точки зрения. С этой целью в роман введены паузы, пропущенные строки и строфы. Читатель должен как бы узнать героев, соотнести их с собственным жизненным опытом, со своими мыслями, чувствами, привычками, суевериями, прочитанными книгами. И до сих пор в читательской среде не стихают споры. Правильно ли поступил Онегин, ответив на вызов Ленского? Зачем Ленский из-за пустяка играл своей жизнью и жизнью друга? Права ли была Татьяна, отказавшись от любимого человека ради чувства долга? Энциклопедичность романа – это то, что изначально было заметно современникам Пушкина. По большому счету практически все проблемы, ведущие проблемы того времени были охвачены в этом произведении. Начать, наверное, с проблемы, которая возникла сразу же после, скажем так, такого воздействия Байрона на русскую литературу. Романтический герой и образ, скажем так, хандрящего героя. Хандрящего героя – это Чайльд Гарольд, безусловно, но это в какой-то степени, наверное, и Дон Жоан, который постоянно ищет яркие впечатления, ярких эмоций, и ему это успешно удается. То есть образ, образ героя того времени, героя, который разочаровался, разочаровался в идеалах эпохи, не находит возможности применения своим силам, несмотря на его безусловные задатки, на его оригинальность и даже талантливость. Еще современники Пушкина отмечали, что роман был для него чем-то вроде огромной записной книжки или поэтического альбома. По словам самого автора, летопись – ума холодных наблюдений и сердце горестных замет. Сейчас мы, наверное, могли бы провести аналогию с блогами в соцсетях. Автор – повествователь и одновременно герой романа. Пушкин отдал ему многое из того, что пережил, перечувствовал и передумал сам. Более того, литературоведы отмечают, что в каждом из главных героев Евгения Онегина присутствует часть личности Пушкина. В ироничном повесе Онегине, мечтательном поэте Ленском и даже в Татьяне, которая русская душою. Для Татьяны, на самом деле, любовь была смыслом ее жизни. Она буквально погрузилась в это чувство. Эта девочка, которая увидела в Онегине человека, с которым она хотела бы всю жизнь прожить, быть рядом, она мечтала, а он у нее в сновидениях являлся. И вот та суровая отповедь, которую она услышала в письме, обращенном к ней Онегина. То есть, любовь, и та любовь, которая пришла к Онегину уже после всех испытаний в его жизни, уже после отъезда Татьяны, там прошло где-то, наверное, года три-четыре, он встречает ее в Петербурге, и это совсем другая. Это как будто не та, неужели та самая Татьяна, которая вызывает только восхищение, которая является царицей Бала. И вновь позиция Татьяны, это опять-таки женский вопрос, скажем так, рассматривается в этом романе. Ее уверенность, ее свобода, когда она признается ему искренне, как человеку, которому она доверилась когда-то. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, и буду век ему верна. 17 марта 1879 года состоялась премьера оперы «Евгений Онегин», которую Чайковский скромно назвал «лирическими сценами». Однако первые постановки ее не слишком понравились критикам и слушателям. Брат композитора писал, «Близость изображаемой эпохи смущала, отвлекала внимание от качества музыки и почти шокировала публику». Однако шли годы, и опера постепенно завоевала широкую популярность и всенародную любовь, на что и надеялся Чайковский, когда утверждал, что успех этой оперы должен начаться снизу, а не сверху. Позднее критики писали, что гениальные пушкинские стихи отлично сочетаются с музыкой Чайковского, полный ностальгических порывов, изысканных орнаментаций, народного колорита, мечтательных пауз, салонных романцев. Сегодня признано всеми, что в «Евгении Онегине» Чайковский утверждает новый жанр русской оперы, жанр лирико-психологической музыкальной драмы, то есть опера знаменует особый переход к реализму. Центром оперы можно считать впечатляющую сцену письма, которую композитор написал первой и вокруг которой строится весь Онегин. Сцена письма «Посмотрит» это такая влюбленная девочка, которая пишет письмо мальчику, понимаете? Это точно она обрисована. И обрисована, допустим, вот такая шаловливая, лунноликая Ольга, очень прекрасная, соответствует музыке. Но самое главное, тут чисто поэтический поэта обрисовал Ленского. Вот его особенно «Куда-куда» это чисто, ну, сам Пушкин. Эта партия написана для лирического сопрано, и вокально она очень удобно написана. Просто дело в том, что ее передать с чувством, с сердцем, может быть, немножко сложна. Как известно, одним из первых начал переводить Пушкина на казахский язык Абай. Его и по сей день непревзойденные переводы замечательное явление в истории казахской литературы. Говорят так. Абай перевел отрывки из романа Евгений Онегин и подарил казахской степи. Благодаря Абаю в конце 19 века в молодежных играх в казахских аулах принимали участие Онегин и Татьяна, а казахская литература окрепла и начала свой путь к мировому признанию, равняясь на классику и не теряя своей самобытности. Более того, многие литературоведы считают, что по мотивам пушкинского текста Абай создал новые произведения, в которых по-своему передаются идеи великого романа. Известно, что оперу Евгений Онегин впервые поставили в Алмате еще в 1935 году, когда наш оперный только создавался на базе Куйбышевского оперного театра. Новая постановка уже в Академическом театре, которому было присвоено имя Абая, в новом здании осуществилась в 1946 году. Послевоенная разруха не помешала премьере. Спектакль сразу же завоевал зрительские симпатии. Партию Татьяны исполнила Куляш Байсиитова. Онегина пел Решат Абдуллин. Кто тогда видел эту оперу, ходил, все потом долгие годы вспоминали, что это было очень здорово. при всем том, что опера исполнялась на двух языках, она, говорит, была до такой степени, вот то время отражала именно музыку Чайковского преподносила, что даже никто вот этих разногласий не чувствовал. Там никаких противоречий, ничего, какого-то дискомфорта, диссонанса, ничего этого не было. Это, говорит, было очень уникально. Евгения Онегин поставили в свое время в 77-м году Рябикин, режиссер. Безусловно, после этого оно несколько раз обновлялось у нас. Ну, последний раз, вот когда обновляли, режиссером была у нас Лейля Маймагазина, наш режиссер, заслуженный деятель Казахстана, великолепный наш режиссер. Она ее обновляла и до сих пор она у нас идет. Я когда приступал к работе, я полностью прочитал роман и вы знаете, отличается тем, вот у Пушкина есть такое характеристие Онегина. У него слова с желчью пополам. Есть такое выражение, Онегин был извительным человеком. Ну, в опере чуть мягче, он лиричный, он поэтичный. Вот этим только отличается. А так музыкальный характер тут смягчил чековский. Онегин я скрывать не стану, незумно я люблю Татьяну, чековский не скрыво жизнь моя текла, она явилась и дождла, как солнце ночь среди днося, мне жизнь не молодость, да молодость и счастье. Чайковский сознательно сосредоточил внимание на сплетениях судеб трех главных героев пушкинского романа. Ведь роман-эциклопедия русской жизни позапрошлого века не мог бы полностью уместиться в рамки оперного жанра. Однако нельзя сказать, что композитор погрешил против поэта. Ведь Татьяна, Ленский, Онегин – типические, по выражению выдающегося критика Белинского фигуры, в которых в обобщенной форме нашли свое отражение все характерные стороны российской действительности. Одновременно эти персонажи остаются живыми для многих поколений читателей и слушателей. Более ста лет опера «Евгений Онегин» не сходит с оперных подмостков, оставаясь образцом трепетного, взволнованного лиризма и невероятно прекрасной музыки. С вами была программа «История одного шедевра». Увидимся ровно через неделю. Любви вам! Субтитры создавал DimaTorzok